25 метров для самых юных, для тех кто постарше 50. Стиль вольный, то есть каждый плывет так как ему привычнее. В соревнованиях принимают участие школьники со всего муниципалитета, хотя среди них есть уже достаточно опытные пловцы. Батерфляем, кролем, брасом, спиной. Первоклассница Варя учится в седьмой школе. У нее третий юношеский разряд. В копилке призовые места на городских соревнованиях. Бабушка рассказывает, что отдали ребенка в секцию для общего здоровья. Теперь рекомендуют всем. Стала более здоровая, дисциплинированная. Учится в школе хорошо. Это лишь малая часть спортсменов. В заплывах примут участие более 3000 школьников. График соревнований расписан до 10 февраля. Это первый крупный турнир после завершения реконструкции одного из ключевых спортивных сооружений города-курорта. Очень рады, потому что без своей родной воды, без дома, так сказать, очень тяжело. Сейчас мы вернулись в свои родные стены. Результаты сразу же пошли наверх. Возросло количество обучающихся на отделении. И есть определенные надежды на некоторых воспитанников. В городском управлении спорта говорят, что 3000 участников это не предел. В планах увеличить число до 5000. Цифра вполне реальная, потому что плавание в Анапе – одна из самых популярных дисциплин. Сейчас у нас команда города Корт-Унапа ехала тоже на старт краевой «Веселый дельфин». Это очень важный старт, потому что сейчас именно по первым стартам формируется сборная команда Краснодарского края. И наши ребята имеют там свои позиции, в общем-то, свои места. У Анастасии Шевченко четыре первых и два вторых места на чемпионате страны. Сегодня выступает за свою школу, тренируется здесь же. Удобно. Все есть показатели, сделали в школе. Если человек с плохим зрением, ему по-любому помогут здесь. И не тяжело будет. По итогам муниципального этапа восемь сильнейших пловцов представят Анапу на зональных соревнованиях. Финал пройдет в марте в городе Кропоткин. Редактор субтитров А.Семкин